Ну поехали. Значит опять описанная окружность. Как я и говорил, почти все свойства ортоцентра связаны с описанной окружностью. Значит треугольник А, Б, С. Опять Б, Б. Это свойство нравится мне больше всего, оно выглядит красиво и просто классно. И доказываться просто. И СС1. Смотрите, вот это ортоцентр. А вот такая вот конструкция называется ортотреугольник. Если соединить основание высот, то получится вот такой вот ортотреугольник. И знаете в чем прикол? Да фантастика просто. Смотрите, вот эти высоты А, А1, Б, Б и СС1 в ортотреугольнике являются биссектрисами. То есть вот этот уголок будет рядом вот этом, вот этот вот этом, вот этот вот этом. Теперь внимание, вопрос. Понятно, что доказывать мы это будем опять. Давайте я нарисую еще раз две картинки, с помощью которых мы обычно будем доказывать, чтобы были они у вас перед глазами. Альфа плюс бета 180 градусов. Тогда можно описать окружность и найти еще вписанные углы. Либо какая-то вот такая история, где вот уголки в четырехугольнике опираются на одну сторону четырехугольника, тогда можно описать окружность. Гамма-гамма. Вот. То есть понятно, что решение этой задачи будет напрямую связано с нахождением вписанных четырехугольников. Потому что здесь очень много прямых углов. Вот здесь я не отметил. Вот. А понятно, что дают прямые углы. Прямые углы дают сумму 180 градусов противоположных углов четырехугольника. Подумайте и скажите, сколько вы видите на этом чертеже вписанных четырехугольников. С1А1СА. С1А1СА. Да, годится. Это прекрасно. Так. Так. Ну давайте поймем. Я вижу раз два, три, четыре, пять, шесть я вижу. Если я ничего не упустил, то их здесь шесть, которые нам нужны. Вот. Я вижу шесть. Значит, смотрите, давайте просто их выпишем. И вы поймете и прям для себя посмотрите на каждый выписанный мной четырехугольник и такие, а, понятно, у него вот это. Посмотрите на другой и скажете, а, понятно, у него вот это. Да? Давайте, договоримся. Если кому-то будет непонятно, я сейчас выпишу все вписанные четырехугольники, то есть четырехугольники, около которых можно описать окружность. Если вы не поймете, почему около него можно написать окружность, пишите в чат, ну, название этого четырехугольника, и я поясню, почему около него можно написать окружность. Значит, я утверждаю, точка H, да, что это С1БА1H, что это С1АБ1H, С1ХБ1, АС1А1С, АС1Б1, АС1Б1, АС1Б1. Во, вроде бы не повторился нигде. Вот шесть вписанных четырехугольников, то есть четырехугольников, около которых можно описать окружность. На самом деле назовем вот этот случай первый случай, а вот этот случай, второй случай. Я утверждаю, что у меня вот эти относятся к первому случаю, а вот эти ко второму. То есть сегодня мы занимаемся вписанными углами и свойствами ортоцентра, и понятно, что мы воспринимаем свойства ортоцентра просто как какие-то задачки. Сами думаем, сами доказываем, мало того, потом сможем пользоваться свойствами ортоцентра и видеть их в более сложных задачах. Так еще и тренируем навык нахождения вписанных четырехугольников, вписанных углов, работы со сложной конструкцией. Ну, то есть максимально круто прокачиваем свою планиметрию. Почему АС1А1С? АС1А1С. Та же самая история. Угол 90 градусов, угол 90 градусов опираются на сторону четырехугольника АС. То есть это второй случай. Еще раз, давайте я отдельно вырисую. Смотрите, оп. Вы так лучше увидите. Видите? Все. Вот. Около вот этого четырехугольника можно описать окружность. Почему? Вот у него 90 градусов угол. Я прям закрашу. И вот здесь 90 градусов угол. Какая разница? Тут я вот так закрасил или так? Вот два угла, опирающихся на сторону четырехугольника. Теперь давайте отмечать вписанные углоеды. Ну, давайте сначала я вот такой угол. Вот этот вот. Вот такой вот уголочек. Это угол С1В1В. Чему он равен? Давайте попробуем описать еще окружность. Слишком мало окружность на чертеже. Так. Так-так-так-так-так-так-так. О! Смотрите, описал. Нифига даже более-менее ровно. Нормально. Так. Видим. Я специально рисую. Вообще, в этой задаче я бы не рисовал больше окружности, потому что и так чертеж перегружен. Теперь давайте посмотрим внимательно на окружность, которую мы еще раз описали. Вот окружность вот эта вот розовая. А она нам нужна. АС1А1С. Да, вот около этого четырехугольника. АС1А1С. Давайте альфа. Альфа. Где еще альфа? Есть ли еще один вписанный угол уже у другой окружности, который равен альфа? Кто может назвать? А1СС1. А1СС1. Вот он. Вот он он. Вот он он. Альфа. Понятно. Еще раз. Вот этот альфа равен вот этому, потому что вот окружность. Около четырехугольника АВ1СС1. А вот этот равен вот этому, потому что вот большая окружность. Эти оба угла опираются на дугу С1А1. Так. Нам нужна еще одна окружность. И даже ее я не побоюсь и проведу. Потому что какие у меня варианты. Так. А зеленый маркер, как думаете, пишет? Нет? О, пишет как боженька. Зеленая окружность. Описано около четырехугольника. Вот так вот. Смотрите. 90. Еще раз. И 90. Вот. СА1ХБ1. Ну, как-то вот так она. Выглядит, конечно. Ну, ладно. Тяжело. Не в удобном месте она находится. Вот. Ну, как-то так. Ну, хорошо. Кривая, кривая. Согласен. Но все равно видно. Вот эти вот кусочки. Кусочки вот этих хорды и дуги видно. Ну, и все. Тогда понятно, что вот этот угол А1СХ опирается на дугу А1Х. И такой же есть вписанный угол А1Б1Х опирается на А1Х. И у нас получается вот такая картинка. То есть вот здесь тоже альфа. Все. Это биссектриса. ББ1 биссектриса. С1Б1А. И причем понятно, что мы такое построение, ну, вот эти окружности, такое доказательство можем выполнить для других углов. Все будет одинаково. Вы можете дома сами потренироваться и попробовать для всех других, для CC1 и А1 доказать тоже, что они биссектрисы. Вот. А я просто отмечу красоту, что на самом деле все выглядит вот так. Чтобы было очень красиво. То есть вот этот угол равен вот этому. По такой же схеме вот вписанный четырехугольник. А этот равен вот этому. А вот этот равен вот этому. Смотрите, по четыре угла. И теперь последний. Вот здесь зелененький равен вот такому зелененькому. Точнее нет, это доказать нужно. Вот этот зелененький, хорошо, равен вот такому зелененькому вот здесь. Вот здесь. А этот зелененький равен вот такому зелененькому. Смотрите, как прикольно. Все углы разбились вот на такие картинки. То есть тут четыре равных, тут четыре равных и тут четыре равных. Тут будет бета, бета, бета. Всего три вида углов бета. И зеленые углы гамма, 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 гамма. Вот вам и свойства ортоцентра.